Сообщество Супермамочки за три года своего существования сумело объединить всех молодых мам района. Уникальность этого проекта еще и в том, что его участницы могут развиваться и быть социально активными, не отрываясь от семьи и своих детей. Больше трех с половиной лет мы пытаемся разрушить этот стереотип в декрете, что мама в декрете, она просто сидит там и занимается ребенком. Мы показываем, что с ребенком можно и заниматься своим хобби, и даже хобби может перерасти в любимое дело. Вот пример нашей мамы-мастерицы. Можно заниматься фитнесом, можно танцевать, можно с грудничками приходить на мероприятие. Вот сейчас мои малыши приедут, и мы с ними здесь будем вместе. Так что да, в декрете на самом деле увлекательно, интересно, так что все к нам в декрет. У каждой мамы своя история, финал которой совпадает. Современная мама может быть успешной, и участницы общественной организации доказывают это на собственном примере. Благодаря Супермамочкам некоторые открыли бизнес. Сегодня они пекут на заказ, шьют игрушки, делают свечи и многое другое. В декрете очень трудно находить время не только на ребенка, но и на себя. А Супермамочки – это как раз некое такое сообщество, где мамочки общаются без отрыва от детей. То есть можно приходить туда с детьми и чувствовать себя внутри сообщества, внутри компании, которая разделяет твои интересы и всячески может помочь. Кондитерский бизнес, ну, скорее всего, начался с декрета, с рождения детей. Захотелось делать что-то хорошее для деток. Вот мамочкам в декрете, которые заняты своим детишками, конечно, это очень важно – воспитание, развитие своих детей. Но надо, конечно, как-то и реализовываться, помимо материнства. В рамках фестиваля «Модный приговор к декрету» впервые в Одинцовском районе прошел ползунковый забег. Юные участники готовились к выступлению заранее, в домашних условиях отрабатывали приемы. Не обошлось без помощи родителей. Они поддерживали малышей и активно заманивали их к финишу. Все тренировки очень неупорно мы проводили дома, у нас нет спортивной базы. Мы научились ползать. Вот это вот главная подготовка, которую мы совершили. И потом уже, когда научились, тогда практика, практика и еще раз практика. Кульминацией праздника стало дефиле. Каждая участница для представления семьи выбрала образ, который близок к сердцу. Это наш первый конкурс, и для него мы выбрали образ русской женщины, потому что он сильный и прекрасный. В нем горячее доброе сердце, трудолюбивые руки. Этот образ объединяет всех нас, и он вечный на все времена. Он также применим к 21 веку. Это наша современная женщина. А готовились мы к нему основательно и долго. Вот нарядили папу, конечно же, платки. Наша Арина участвует тоже. Праздник материнства, безграничной любви к детям. День, который в очередной раз доказал, что в декрете жизнь не останавливается. Это толчок к новым открытиям и саморазвитию. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.